Всех приветствую! После рождения Вайолет семья переехала в США, в город Бостон. В 1924 году они снова переехали в Голливуд. В Лос-Анджелесе Вайолет окончила голливудскую старшую школу. Познакомилась с актрисой Нэнс О'Нил, которая, разглядев девушке талант, предложила свои уроки ораторского искусства и телодвижения. С 1930 года начала сниматься в кино. Сначала под псевдонимом Мэрлин Морган, а затем Мэриан Марш, киностудия Warner Brothers. В августе 1931 года стала одной из 13 финалистов конкурса «Вампас Бэби Стар», после чего количество предложений о съемках заметно увеличилось. С 1931 по 1941 год появилась в 36 кинофильмах. В большинстве из них актриса играла главные роли, но сами по себе это были в основном проходные ленты, не оставившие особого следа в истории кино. Стала фрилансером и на два года уехала в Европу, где за это время снялась в нескольких английских, французских и немецких лентах. В 1935-1937 годах работала на Paramount Pictures, после чего до конца карьеры снова стала фрилансером. В 1942 году актриса родила первенца и снялась в своей последней картине, после чего ее кинокарьера была окончена. У Марш было довольно узкое амплуа, в основном она играла юных наивных деликатных красавиц с широко распахнутыми глазами, которым угрожали распутные персонажи. Это помешало ее полноценному раскрытию как актрисы и способствовало раннему завершению картины. В 1960-х годах Марш основала некоммерческую волонтерскую организацию «Красивую пустыню», которая занималась в основном посадкой пальм. Бывшая актриса оставалась активной защитницей природы почти до конца жизни. Первым мужем Марш был Альберт Скотт, биржевой брокер. От этого брака было двое детей, дочь и сын. Второй муж Клифф Хендерсон, управляющий директор национальных воздушных гонок. Детей от второго брака у Марш не было. Скончалась 9 ноября 2006 года от остановки дыхания. Похороненная актриса на кладбище Дезерт Меморил Парк в городе Кейтедрал Сити. Ну вот так вкратце из переводной википедии у американской киноактрисы, позднее защитницы природы, Мэриан Марш. Пока-пока, до свидания, смотрим фото.